Я так понимаю, вы следили и слушали выступление Владимира Путина. Долго мы гадали, с чем же все-таки обратиться к международному сообществу президент. И вот, как вы думаете, правильны ли были эти тезисы и их последовательность? Коронавирус, Северный поток, внутренняя политика. Это было успокоительное выступление. И, наверное, это было неплохо в том смысле, что ждали чего-то такого брецающего от Путина, слегка устрашающего. Ведь перед этим, по-моему, прямо на форуме господин Чемизов говорил, что мы идем чуть ли не к войне. И, так сказать, от Путина можно было ждать программы перевооружения. Вряд ли это успокоило бы инвесторов в России и за рубежом. Путин решил выступить с таким скучноватым выступлением. Это не значит, что у него нет других каких-то идей, вторых планов в этом выступлении. Конечно, вакцинный туризм не может быть в принципе масштабным в нашей ситуации, имея в виду просто как работает наша визовая система даже в лучшие времена, а сейчас. Поэтому он обошел все острые моменты. В частности, вопрос о санкциях. А санкции – это действительно тяжелый момент. И, наверное, он на самом деле об этом думает. И об этом, скорее всего, будет упоминать и на саммите с Байденом. Но здесь ничего этого не было. Царила ипотека и зеленая экономика и борьба с ковидом. Это такие, в общем, я бы сказал, повеяло каким-то духом нулевых годов. Когда мы еще не боролись с Западом и так далее. И все-таки была такая небольшая пикировка, как мне, по крайней мере, показалось. Он так посетовал, что европейские компании отказываются регистрировать «Спутник». Это что это было? Ну да, но это реально, это реальная проблема. Здесь трудно спорить с Путиным. Действительно, существует целый ряд форм такого мягкого саботирования, за которым, вероятно, стоят и конкурентные интересы тоже. Саботирование русской вакцины. Но это же очевидно. Это есть действительно. И действительно, хотя Россия виновата во многом в этом, потому что надо было смягчить какие-то другие выпады против Запада. Очень трудно ожидать, что тебя встретят с открытыми объятиями, когда ты каждый день заявляешь что-нибудь еще ужасное, антизападное. Ну, нет, Путин был просто лапочка сегодня. Все-таки, как вы предполагаете, это такая подготовка к будущей встрече с Байденом. Знаете, я вот сейчас хочу вас ненадолго прервать и вместе с вами послушать общение Владимира Путина с канцлером Австрии, с Себастьем Курцем. Вообще удивительен тот набор глав стран, которые сегодня участвуют в Питерском форуме. Это тоже отдельная тема, мне кажется, об этом тоже стоит поговорить, потому что кроме канцлера Австрии еще присутствует и мир Катара, и видеообращение прислали президенты Аргентины и Бразилии. Давайте это картинно. Владимир Путин и по скайпу Себастьем Курц и Тамим Бенхамад Альтани, глава Катара и глава Австрии. Как вы оцениваете эту картину? Ну, а как ее оценивать? Форум, гости форума, панель, так сказать, гостевая формируется, к сожалению, по остаточному принципу. Кто приехал, кто не приехал, кто готов иметь дело с Россией, и кто смотрит уже со стороны. Очень токсичная политика последних месяцев, а можно сказать и последнего года, начиная с дела Навального, с его неудавшимся отравлением, или удавшимся, но, к счастью, не полностью, и до белорусской истории, в которой Путин, в общем, влип. И, в частности, я думаю, что именно на фоне совершенно обезумевшей белорусской власти Путин хотел выглядеть миротворцем, сторонником свободной торговли, инвестиций и так далее. Это довольно трудно, прямо скажем. И Россия до этого не выглядела достаточно хорошо. Но это тактика. Курц справедливо говорил о проблеме протекционизма. Это ведь очень тяжелая проблема в наше время, и она будет усиливаться. Я думаю, что Путин, скорее всего, выступит против протекционизма, но ведь он это тоже понимает так, чтобы нам не мешали. Поэтому что здесь говорить? Да, состав, лидерский состав слабый на форуме, но форум – это ведь не место, где делается бизнес. Форум – это место, где делается образ. А образ влияет страны, ее экономики на инвестиции. Глеб Олегович, а как вы думаете, почему Владимир Путин сегодня ни слова не сказал про Беларусь? Хотя он бывает, что что-то комментирует во время Питерского экономического форума. Потому что вчера что произошло? Роман Протасевич во время своего интервью обвинил одного из богатейших людей в нашей стране. Там было сказано, некая уральская компания, поле чудес, просто догадайтесь, кто. А по факту его устами Александр Лукашенко обвинил одного из богатейших людей в нашей стране в том, что он поддерживал оппозицию. И почему эта тема никак не прозвучала? Уверяю вас, что Лукашенко постоянно жалуется Путину на тех или иных российских предпринимателей, всегда преувеличивая это. Мы же помним истории войн вокруг Беларусь-Калии и так далее. И, во-вторых, я думаю, что Россия в прошлом году во время выборов аккуратно, может быть, но поддерживала каких-то кандидатов. И, скорее всего, это было через предпринимателей тех или иных. Но вряд ли они действовали по своей инициативе, они не сумасшедшие. Поэтому здесь неправильно было бы, я думаю, совсем неправильно было бы Путину влезать в эту историю. Он ее просто проигнорировал. А ужасный, совершенно ужасный фильм с Протасевичем, мне кажется, что мы все-таки должны рассматривать так же, как ролики какой-нибудь Аль-Каиды с захваченными ими заложниками. По-моему, просто нельзя, с моей точки зрения, это комментировать. Это говорит не человек. Это говорит тот, кто его пытает. Северный поток тоже не новость, но это все равно прозвучало в самом начале. Считаете ли вы это победой Путина? Ну, он старается немножко раньше, чем это фактически состоялось, вбить флажок, чтобы уже к встрече с Байденом это вышло как бы за пределы переговоров, что это было бы решенным вопросом. Тем более, чтобы Байден протянул некоторую призрачную, я бы сказал, руку в этом отношении, и Путин торопится принять подачу. Это нормально. И не так много успехов в России, чтобы Путин мог пройти мимо этого. Ну, вот спутник, который блокируется, действительно блокируется. Есть очень много западных сведений о западных же западной блокировке. И вот северный поток законченный, который, конечно, не имеет, к сожалению, особого уже экономического значения. Глеб Олегович, а вы, когда смотрите вот подобные выступления, обращайте внимание на тех, кто сидит в первых рядах. Ведь это говорит, мне кажется, о том, кто в данный момент определяет внутреннюю политику, кто влияет на президента. Заметили ли вы что-то специфичное сегодня? Нет, я... Это, как вы понимаете, вид этих людей не вызывает во мне, во всяком случае, эстетического наслаждения. Да, но это, знаете, как разглядывать людей на мавзолее. В первом ряду был Игорь Сечин, Роснефть, Герман Греф, Сбербанк. Мы разглядели Алексея Миллера, Газпром, Мишустина, естественно, премьера. Ну, здесь, а что мы здесь нового узнаем? Таким образом, вот если бы на месте Грефа появился Рамзан Кадыров, можно было бы задуматься над тем, что из этого следует. А пока Герман Греф – это всегда такая, даже трудно сказать, такая прекрасная дама каждого петербургского форума. Это обычно, а остальные люди там практически по должности. Все журналисты объявили, обратили внимание на Илью Аскерзаде, то, что она тоже в первых рядах. Это, если кто-то забыл, героиня расследования Алексея Навального, яхта «Девушка-самолет», телеведущая известная. Кстати, у Алексея Навального сегодня граждане. У нас должна быть хоть в чем-то и для кого-то какая-то свобода человеческая. Это такая человеческая черточка этого форума. А Аскерзаде, которая рядом с Костиной сидит, да? Да. Это про любовь или про что? Это про любовь для некоторых. Свобода, свобода любви, но не для всех, конечно. Спасибо большое. Как всегда. Очень интересно. Всем привет. Это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе. Но дождь — это намного больше, чем наш Ютьюб-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте открывайтесь для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь». tvrain.ru слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.